Добрый вечер! В эфире телеканал ННТ. На этой неделе мы работаем удаленно, точнее из дома. Коллективный иммунитет. Почему он так нужен? Прежде всего от вирусов информационных, даже больше, чем от коронавируса. Смотрите в нашем выпуске. Самоизоляция от вируса, но не от добрых дел. На этой неделе в Дагестане прошел целый ряд благотворительных акций. Ветеранам по миллиону известный дагестанский бизнесмен решил отблагодарить победителей с размахом. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурат Ахмин. По состоянию на 4 апреля новых случаев заражения COVID-19 в Дагестане не выявлено. Общее же количество тех, у кого первичный тест показал положительный результат, выросло до 50 человек. В их числе, к сожалению, 11 детей. Все они ждут окончательного диагноза из референс-центра в Москве. Напомним, у 25 человек, в том числе 7 детей, диагноз COVID-19 уже подтвержден. Из всех направленных проб только 3 дали отрицательный результат. С подозрением на коронавирус госпитализирована врач Ботлевской районной больницы. Состояние ее удовлетворительное. Установлен полный круг контактов среди медработников, пациентов и членов семьи. В настоящее время в реанимации в стабильно тяжелом состоянии находится 3 человека. Одной пациентке 85 лет. Двум другим пациентам 67-63 года, соответственно. У них первичный тест положительный. У заболевших развились осложнения, характерные для лиц пожилого возраста. Остальные больные в удовлетворительном состоянии. Под медицинским наблюдением сегодня находится 1226 человек. 27 из них старше 65 лет. Снято с карантина 479 человек. В четверг с новым обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом обратился глава государства. Владимир Путин продлил оплачиваемые выходные до конца месяца. Таким образом, весь апрель будет нерабочим. Также президент дал главам регионов дополнительные полномочия в части реализации мер, направленных на устранение вирусной угрозы. По его словам, главы субъектов сами будут решать, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом, исходя из ситуации. Конкретный набор профилактических мер, оптимальных для определенных территорий, будет определен позже. И в продолжение темы. На этой неделе с обращением к дагестанцам выступил глава республики Владимир Васильев. В своем обращении он особо подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом нужно проявлять чрезвычайную ответственность. Васильев напомнил, что в эти дни ежедневно домой возвращались около тысячи дагестанцев, в том числе посещавших территории других государств. Среди вернувшихся могли быть и носители вируса. Данная категория граждан в соответствии с указом главы должна находиться на самоизоляции, так как уполномоченными органами им предписывается именно такой режим в течение 14 дней. По словам главы Дагестана, президентом страны и правительством России определены и профинансированы все меры, строгое исполнение которых направлено на пресечение и распространение инфекции. Главная задача при этом – прервать цепочку передачи болезней. Дорогие дагестанцы, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 15 случаев новой коронавирусной инфекции. Эта цифра ежедневно растет. Еще 26 марта был только один заболевший. Почему это происходит? Ежедневно домой возвращаются около двух тысяч дагестанцев, в том числе посещавших территории других государств. Уполномоченными органами им предписывается режим изоляции на 14 дней. Большая часть наших земляков возвращается из других регионов России, где в том числе зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Среди возвращающихся могут быть носители вируса. Данная категория граждан в соответствии с указом должна находиться на самоизоляции, на период действия режима повышенной готовности. Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, правительством Российской Федерации, определены и профинансированы меры, строгое исполнение которых направлено на пресечение распространения инфекции. Главная задача – прервать цепочку передачи болезней. Важно понимать каждому, что, контактируя с людьми, вы подвергаете большой опасности и себя, и всех, кто имеет хронические заболевания, и тех, кто младший, и тех, кто старший. Посмотрите, до чего дошло в Италии, Испании. Умирают более 800 человек в день. Сегодня, час назад, на совещанию президента было доложено, что принимаемые меры привели к снижению числа регистрируемых заболеваний в Российской Федерации. Спасибо тем, кто соблюдает правила. А теперь к тем, кто не соблюдает. За соблюдением режима самоизоляции и изоляции в республике ведется контроль. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. Если несоблюдение режима приведет к заражению или смерти человека, в таком случае наступает уголовная ответственность, вплоть до 7 лет лишения свободы. Но есть еще одна пожизненная ответственность. Это чувство вины за смерть родного человека. У нас от 65 лет и старше более 220 тысяч жителей. Прошу вас, глубоко уважаемые, помочь младшим избежать безрассудных действий. Дорогие дагестанцы, вместе мы можем и должны победить эту угрозу в кратчайшее время. С призывом быть благоразумными, соблюдая режим самоизоляции, к дагестанцам обратился и муфти республики, шейх Ахмат Афандей. Духовный лидер мусульман Дагестана отметил, что людям стоит серьезнее отнестись к реальной угрозе, нависшей сегодня над всем миром. На своем примере шейх объяснил, почему даже в пятницу лучше оставаться дома. Уважаемые дагестанцы, в последнее время уже, можно сказать, третий раз обращаюсь к вам. Это уже, конечно, не от хорошей жизни. Мы видим, что творится во всем мире, слышим, наблюдаем. И мы ждали вчерашнего выступления президента страны Владимира Владимировича Путина. И он обеспокоен и продлил срок режима. И, исходя из этого, мы тоже должны еще более серьезно относиться к этой проблеме. И сегодня пятница. Некоторые люди интересуются насчет пятничной молитвы, поскольку это обязательно, на каждого мусульмана лично я хочу вам сказать свое мнение, свое решение. Я, вы видите, уже скоро наступает время объединенного намаза, имеется в виду пятничной молитвы, я лично в домашней одежде, и сегодня дома я буду молиться. Нагрянувшая непогода, дождь и ветер повлияли даже на самых несознательных дагестанцев, нарушителей карантина. Так, индекс самоизоляции, формируемый компанией Яндекс в Махачкале, достиг 4,8 баллов при максимальном показателе в 5 баллов. Это означает, что на улице почти никого не было. Хотя в первые дни карантина оценка уровня самоизоляции в Махачкале не достигала и 3 баллов. Напомним, что в борьбе с коронавирусом максимального успеха добились страны, сумевшие в кратчайшие сроки организовать самоизоляцию в очагах распространения инфекций. С сотрудниками МВД Дагестана на въездах города и в населенные пункты республики осуществляется ряд мероприятий. Проводится проверка соблюдения гражданами режима самоизоляции. Ограничения коснулись прежде всего личного автотранспорта, а не грузового и пассажирского, осуществляющих жизнеобеспечение населения. Исключения составляют также автомобили сотрудников, которые обязаны быть на рабочем месте согласно подписанному ранее указу. Граждане до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязаны не покидать места проживания и пребывания. МВД Дагестана призывает граждан ответственно отнестись к своему здоровью и не подвергать опасности благополучия и жизнь окружающих. Граждане, не соблюдающие указанные нормы действующего законодательства, будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации. С начала апреля в России начались так называемые длинные выходные. Их вели для того, чтобы люди оставались дома и минимизировали свои контакты. По всей стране закрыты парки, рестораны и торгово-развлекательные центры. О том, насколько сознательно дагестанцы подходят к вопросу собственной безопасности и безопасности окружающих, знает Зумруд Гамидова. На неделю она беседовала с людьми в самом центре Махачкалы. Остаться дома дагестанцев должны побудить не только призывы властей, но и ограничения в работе магазинов, кафе и развлекательных центров. Погода в эти дни в столице республики, мягко говоря, провокационная, однако идти горожанам особо некуда. И сейчас о том, что не будет работать в эти антикоронавирусные выходные. Во-первых, это все магазины, кроме продуктовых. Работать в эту нерабочую неделю будут еще аптеки и отделения банков. И во время их посещения необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию, то есть не приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра. Работу с некоторыми исключениями продолжат больницы и поликлиники, но в них отменят амбулаторный прием. Например, стоматологи будут оказывать помощь только в случае острой боли. Опустили парковки возле крупных торговых центров, они также закрыты. Закрылись на неделю магазины бытовой техники, бани, спа и салоны красоты. И прихорашиваться девушкам теперь придется самостоятельно. Перекусить махачкалинцам в кафе будет проблематично. Они приостановили свою работу, но сервисы доставки под карантин не попадают. Кинотеатры также прекратили свою работу. Музеи и театры уже отменили свои постановки. Деньги за купленные билеты зрителям обещали вернуть. В республике теперь и не до пышных свадеб банкетные залы также прекращают свою деятельность. Владельцам придется либо возвращать деньги, либо договориться о новых датах. О путешествиях тоже стоит забыть. 28 марта и до 1 июня не будут работать гостиницы, санаторий и детские оздоровительные лагеря. Запреты и ограничения могут сохраниться и после вынужденных выходных. Родителям настоятельно рекомендуется не отпускать детей на улицы, в том числе и на детские площадки. И это к лучшему. Сейчас, чтобы сохранить здоровье, важно оставаться дома. Минюст России предложил приостановить регистрацию браков и разводов в ЗАГСах страны в связи с распространением коронавируса. Ведомство предлагает отложить их до 1 июня. При этом в сообщении отмечается, что в исключительных случаях регистрацию браков можно не откладывать, но необходимо при этом отказаться от проведения торжественного мероприятия и приглашения гостей. Наряду с инфекционной больницей в Махачкале перепрофилируют также первую городскую клиническую больницу. Там собираются выделить для больных коронавирусом 250 коек. А на следующем этапе, уже с 23 апреля, будет подготовлено еще 750 мест. Подробнее Луиза Раджабух. Городскую клиническую больницу готовят к приему пациентов с коронавирусом. В клинике уже начались подготовительные мероприятия. Медучреждение переводится на особый режим работы. Один корпус уже освобождается под прием больных COVID-19. В нормальном режиме больница может принять в свои стационары порядка тысячи пациентов. Пройдемте, покажите нам, насколько готово отделение. Это какой этаж получается у нас? Это у нас второй этаж. Сейчас мы находимся в процессе подготовки. То есть пациенты, поступившие к нам с первичным положительным результатом, соответственно, поступают в отделение. Тут у нас находится палата реанимации. Она предназначена для пациентов с тяжелой степенью, то есть с тяжестью. Пациентов, которые нуждаются в даче кислорода или которые нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Палата рассчитана на, как вы видите, 6 коек. Соответственно, возле каждой койки у нас мониторинг, который будет проводиться круглосуточно. И, соответственно, аппарат искусственной вентиляции легких. Возле каждой койки реанимационного пациента у нас находятся, видите, кислородные точки. То есть все койки оснащены соответствующим оборудованием. Это костюм? Это противочемный костюм. Есть ли какие-то правила? Как его правильно надевать? Расскажите нам, пожалуйста. Начинается обработки с рук. Теперь вот присаживаются и одеваем этот противочемный костюм. Обязательно полностью конвичь. Снизу хорошо, если будет колпак. Одеваем перчатки. Обязательно нужно так, чтобы не была видна кожа закрывать перчатку. Так, одеваем халат. Одевайте так. И повязки обязательно должны быть с левой стороны. И не подтягиваемся надо бантиком, чтобы легко можно было развязать одним разом халат. Обязательно должно быть полотенце с моченным концом без раствора. Восьмистойная обязательно внутри должна быть моча. Ее одеваем прощевидным образом. Ну что ж, вот мы и примерили костюм противочемный. Достаточно тяжело здесь дышать, жарко. Но именно такая спецодежда уменьшит риск заражения медицинского персонала. По приказу Минздрава с 3 числа этого месяца мы разворачиваем на первом этапе корпус на 250 мест и плюс хирургический отдельно стоящий корпус. Вторым этапом, это уже с 23 апреля, мы разворачиваем еще 750 коек. Для того, чтобы осуществить прием больных на 250 коек терапевтического профиля и все остальное хирургического профиля, коллектив в составе всей больницы полторы тысячи человек, мы готовы. Конечно, это не все полторы тысячи медицинского персонала, но до тысячи человек у нас сейчас готовы. Мы не являемся пока основной базой для принятия этих пациентов. Первая база, которую принимает на сегодняшний день уже пациенты, это инфекционная больница, которая развернулась на 320 коек. Вторым этапом разворачивается второй этап, это на 250 коек. И если понадобится, то всю нашу клинику по тысячу коек мы готовы развернуть на базе нашей больницы. Министр здравоохранения Дагестана призвал людей ни в коем случае не поддаваться панике в связи с сообщениями о расширении пандемии коронавируса. Жамалудин Гаджи Ибрагимов напомнил о важности соблюдать простые правила по профилактике заболевания. Это прежде всего личная гигиена и карантин. Тем временем Дагестан получит более 100 миллионов рублей на доплаты медикам, работающим в условиях борьбы с коронавирусом. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Минздрав предлагает назначать врачам скорой помощи выплаты в размере 80% средней зарплаты. Для среднего медперсонала размер надбавок составит 40%, для фельдшеров и других категорий младшего персонала – 20%. В их число входят также водители и санитары. Самые высокие доплаты должны получить доктора, которые непосредственно оказывают помощь инфицированным больным в условиях стационара. Они получат дополнительные выплаты в размере 100% среднебесячного дохода. Кому и в каком порядке будут предоставляться специальные пропуска для свободного проезда, решали в правительстве республики. Проект постановления обсуждался в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Пропуска будут выдаваться как в онлайн-режиме через штаб, так и будут выписаны некоторые пропуска, скажем, министерством, ведомством республиканским мы выпустим, как лицам, так и, наверное, на транспорт. Вместе с тем следует отметить, что служебный транспорт, он не ограничивает его передвижение органов внутреннего дела, внутри города. То есть он не ограничивается. А личный час транспорта ограничивает. Мы ни в коем образом не планируем большое количество пропусков выдавать, потому что режим введен, количество больных увеличивается. Что касается районов и городов республики, отметил зампред, там оценивать службы, которые должны функционировать бесперебойно, будут главы муниципалитетов. На основе их выбора и будет выдаваться пропуск. На обсуждении в штабе рассказали и о тех, кого ограничения не коснутся. Не вводится никаких ограничений на передвижение служебного транспорта, экстренных служб, служб жизнеобеспечения, коммунальных служб, передвижение служебного автотранспорта, предприятий непрерывного цикла, организаций, обеспечивающих порядок, а также органов власти управления. Не принимается никаких ограничительных мер в отношении рейсово-пассажирского транспорта. Весь этот транспорт работает в нормальном режиме. Дезинформация о коронавирусе в эти дни наводнила интернет и социальные сети. Эксперты призывают людей соблюдать информационную гигиену и верить только проверенным источникам. Очередная попытка якобы разоблачения потерпела провал. На видео, распространяемом через мессенджер WhatsApp, женщина, которая, как выяснилось позже, является сотрудницей больницы, показывает пустующие палаты, указывая на отсутствие республики больных COVID-19. Ничего не бойтесь. Живите и радуйтесь. Медработница по непонятным причинам выдала городскую клиническую больницу за махачкалинскую инфекционную, снимая при этом койки, которые находятся на данный момент в резерве, на случай возможного увеличения количества больных. Уважаемые друзья, сегодня большой резонанс вызвал видеоролик, который якобы был снят в инфекционной больнице с пустующими палатами, и что в Дагестане нет коронавирусных пациентов. Ответственно заявляю, что данное видео было снято именно в этом месте, в отделении неврологии городской клинической больницы, где мы сейчас находимся. На видео было зафиксировано, что пустуют палаты. Вот я их покажу. Это палаты 5, 4 и 3. Они все пустуют, и все палаты в этом отделении пустуют, потому что мы, городская клиническая больница, являемся резервной больницей, которая готовится к приему коронавирусных пациентов. Поэтому пока здесь нет ни одного пациента. Уважаемые друзья, просьба верить только в достоверную информацию, не распространять фейковую информацию. За это грозит уголовное наказание. Берегите себя, оставайтесь дома. Закрытые границы по всему миру стали ловушкой для многих путешественников и паломников. Не успевшие вовремя вернуться на родину, они вынуждены оставаться сейчас на чужбине. Среди застигнутых карантином расплох и граждане нашей страны, отправившиеся около месяца назад в святые земли Аравии для совершения малого хаджа, на данный момент они тратят последние средства на питание и проживание в гостиницах и ждут помощи от властей для скорейшего возвращения на родину. Адул Алиев далее. Вот какое состояние в Саудовской Аравии. Никуда выйти невозможно, 24 часа уже сделали комендантский час. Заложники святых земель. Так можно назвать паломников, вынужден оставшихся в Саудовской Аравии из-за ограничения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. Около 200 граждан России не имеет возможности покинуть королевство и вернуться на родину. Уже около месяца они проживают здесь в нелегких условиях. Средства заканчиваются, а местные цены на товары и любые услуги довольно высокие. Мы вышли на связь с паломником из Дагестана, который рассказал нам о сложившейся ситуации. Как мы доехали туда, то ли на второй, то ли на третий день, если не ошибаюсь, они закрыли аэропорт. Закрыли то, что летает международный самолет, они закрыли все полностью с другими странами. А внутренне они оставляли. Через неделю, где-то неделю, 5-6 дней, они уже закрыли между городами тоже. После этого пришлось нам вернуться уже в Медину, потому что жить и жить тоже не получалось, потому что чем в Медине, жить и жить дороже тоже. И касательно финансово тоже у нас не очень такое хорошее положение, потому что находимся в плачевном состоянии тоже. Паломники обращались за помощью посольства России. Здесь их уверяют, что держат ситуацию под контролем и ждут указаний из Москвы. Да, мы обращались к посольству, посольству России тоже обращались, они сказали, поможем, сделали списки, они собрали. И около 200 человек набралось, сказали, они, в общем, из России, кто находится на территории Саудовской Аравии. Но и по сей день у них нет ответа, они говорят, что ждем, ждем. Это, говорят, не от нас зависит, это зависит от Москвы, говорят, мы, как и вы, ждем ответа, говорят они. И из-за этого последний день ждем. Посланки консула России в Королевстве Саудовской Аравии Багаудина Алиева ими сделано все необходимое, что было возможно в такой чрезвычайной ситуации. На данный момент, несмотря на завершение регистрации на возвращение в Россию, дипломаты все еще продолжают искать возможные места нахождения российских граждан. Консульство находится в тесном контакте с уполномоченными российскими и местными ведомствами и практически ежедневно составляют и направляют им в списке желающих выехать на родину российских граждан. На данный момент консульство находится в режиме ожидания и готово исполнить любое указание из центра. Паломники, в свою очередь, не теряют надежду на скорейшее возвращение на родину. На сегодняшний день в Королевстве Саудовской Аравии отменены все международные и внутренние авиарейсы. Закрыты границы для перемещения людей. Также запрещены перемещения между регионами и крупными городами. Закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Впервые в истории уже две недели как закрыты все мечети для коллективных и пятничных молитв. Стоит учесть, что и Россия на данный момент находится на карантине, и въезд в страну также полностью закрыт. Такой ситуации остается только ждать скорейшего снятия ограничений и надеяться, что наши граждане смогут вернуться домой. Абдулла Алиев, Мурат Бикбарзов, специально для новостей телеканала ННТ. Пока одни сеют панику в социальных сетях, другие используют современные технологии для благих дел. Более полутора тысяч масок из женской группы в WhatsApp. В последние дни, когда интернет переполнен негативом, завышаются цены и люди вынуждены сидят дома, участницы группы «Уборка в домах Аллаха» решили напомнить о важности совершения благих поступков в подобных непростых ситуациях. За три дня своими силами они сшили более тысячи тканевых масок, материал для которых приобрели за собственные средства. Куда направятся средства защиты и как была организована работа, расскажет Патимат Ханапова. Увы, факт. Этой весной из-за нового вируса медицинские маски в аптеках днем с огнем не сыщешь. Несмотря на то, что фармацевтам продолжают поставлять защитные повязки уже через пару часов на витринах шаром покати. На дефицит такого актуального сейчас товара тут же отреагировали участницы созданной в WhatsApp группы «Уборка в домах Аллаха». В этом чате более 150 женщин. Они поддерживают чистоту в мечетях, участвуют в различных общественных работах. На этот раз свой вклад они решили внести в дело профилактической защиты от опасной болезни. У нас в WhatsApp уже пятый год функционирует группа «Уборка в домах Аллаха». И ежегодно мы в преддверии Рамадана шьем намазники для женщин и ставим их в махачкалинские мечети и в мечети неподалеку от Махачкалы. Со сложившейся ситуацией во всей стране мы решили, что будет более актуально и пошить маски. Идея пришла нашей Зайнап, которая в три часа ночи мне пишет, бека, может быть мы вместо намазников будем шить маски. Идею все поддержали. Начались поиски материала. На фурнитуру средства собрали сами участницы, а технику и необходимые материалы предоставили добрые люди, которые пожелали остаться неизвестными. И так как было указано, что сидеть дома, мы основном два дня друг другу отправляли через таксистов. Самы не выходили. Первые два дня мы у кого получалось, у кого есть ателье и кто нам предоставлял ателье, мы там зашивали. А потом уже раздавали через таксистов. По всему городу очень много девочек было задействовано. Кто не мог шить, они просили, чтобы им отправили резинки зашивать вручную. Кто-то вручную зашивал, кто-то через оберлок пропускал. За три дня, благодаря слаженной работе, девушки сшили более полутора тысяч масок. Некоторые из них работали день и ночь и буквально не спали до полуночи. Размеры масок универсальны, чтобы их могли носить и мужчины, и женщины. После кройки и шития маски были проутюжены. Кроме того, все средства защиты прошли процедуру кварцевания. А сколько человек принимали участие? Мы даже не считали, это было огромное количество людей. Мы даже не знаем сколько, потому что приходили, уходили. Многие брали на дом работу, кто не мог по беременности или с детьми выйти из дома. Мы им отправлялись на такси. Время, когда цены поднимаются, когда люди наживаются, если даже человек не может это сделать бесплатно, я понимаю, что это адский труд. Это мелкая, тропотливая работа пошить масок. Но можно прошить и продавать их по минимальным ценам. Даже это большую помощь в наше время. Сначала была идея раздавать маски всем пришедшим на пятничную молитву прихожанам. Но так как посещение религиозных объектов пока ограничено, их решили передать в благотворительный фонд «Инсан». Эти маски будут нами распределены в ходе действующей акции и предстоящего масштабного мероприятия по оказанию продуктовой помощи подопечным фонда, который находится в зоне риска. С каждым продуктовым набором будет выдаваться и одна маска. Плюс к этому все эти маски мы также планируем распределить среди мечети и мамов работников мечети именно в том количестве, в котором будет в этом необходимость. Хочется поблагодарить наших волонтеров, добровольцев, жертвователей, попечителей, которые не остаются в стороне на призыв о помощи. Пусть каждое добро, которое делается, обернется в тысячекратном размере. Хотелось бы, чтобы это благое начинание подхватили и другие, говорят участницы группы. К подобной акции может подключиться любой человек. Например, предприниматель. Стать спонсором. Отели. Отшить бесплатно. Магазины ткани. Сделать скидку на материалы. Паника ситуацию не спасет, говорят девушки. А вот благие дела могут. Патемат Ханнапова, Абдулла Алиев, Хамза Нурмагомедов. Новости ННТ. Махачкала. Карантин карантином, но жизнь продолжает идти своим чередом. Помимо больных коронавирусом, есть люди, которым для поддержания жизни необходима донорская кровь. Главное отделение службы крови в Махачкале обеспокоено. Из-за введенного режима самоизоляции забасы крови могут иссякнуть. Они обратились к дагестанцам не оставаться в стороне. Для того, чтобы люди свободно могли сдать кровь, приняты особые меры безопасности. Какие именно, знает Хамза Нурмагомедов. На всю республику в день обычный мы принимаем 70 доноров. 70-100. Но в связи с этими событиями последние дни мы принимаем 25-30. Это для республики мало. Поэтому вас просим сознательных граждан и наших доноров. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Каждого обратившегося донора на спецмашине привозят в службу крови. Мы сейчас покажем вам, как это все происходит. Без бахил и защитной маски нас не впустили. Сразу же у входа электронным градусникам измерили температуру. Очень удобно, кстати. Он сразу этот показывает? Да, он сразу показывает температуру у нашего донора. А сколько еще менять? Сейчас у вас 36,2. Температура в норме отправили заполнять анкету. После спросили о самочувствии и измерили давление. Этот врач определяет объем собираемой крови и направляет на донацию. В среднем донор за один раз дает 400-450 миллилитров крови. Ее максимальный срок годности – 42 дня. Поэтому запасы крови постоянно должны пополняться, даже в условиях карантина. Как нам сообщили врачи, специалисты, в лаборатории принимают только 5 человек. Укладывают через каждое кресло, чтобы соблюдать все меры предосторожности. После сдачи крови донор выбирает для себя либо бесплатно пообедать, либо получить деньги в размере 500 рублей. Но самое главное – мотивация чувства радости, что твоя кровь спасет чью-то жизнь. От начала моего пути, как только я зашел в службу крови, у меня это заняло где-то минут 20-25. В условиях такой тяжелой жизненной ситуации, когда распространяется подымение коронавируса, все находятся дома, эта кровь действительно в очень ограниченном количестве. И сдав кровь, один человек спасает три жизни. И у нас есть эта возможность, все меры безопасности соблюдаются. Поэтому, кто желает, может сделать это доброе дело. Чтобы сдать кровь, можно обратиться по номеру, который вы видите на экране. Вас не только привезут на станцию переливания крови, но и отвезут обратно. Хамза Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И к другим темам. Щедрый подарок от известного дагестанца. Ветераны Великой Отечественной войны получат по 1 миллиону рублей от предпринимателя Сулеймана Керимова. Ранее было известно, что сенатор намерен выделить ко дню победы по миллиону рублей ветеранам, проживающим в Дербенте. Сам бизнесмен является уроженцем этого города. Однако после опубликования этой новости в СМИ к Керимову обратились жители республики с просьбой сделать такой же подарок всем дагестанским ветеранам и защитникам Балканова Ленинграда. Сейчас в республике живут 82 ветерана Великой Отечественной войны и 9 балканников. Расходы Керимова ориентировочно составят 91 миллион рублей. Фонд Инсан продолжает ежеквартальную акцию «Продукты в каждый дом». Нуждающимся семьям были доставлены продукты первой необходимости. Акция пошла по всей республике. В качестве волонтёров в ней приняли участие представители власти, именитые спортсмены. Подробнее о благом деле расскажут наши корреспонденты. Пока всё население страны думает о том, как прожить период самоизоляции, фонд Инсан решил оказать материальную помощь нуждающимся людям. На одну только Махачкалу выделено полторы тысячи коробок с продуктами. Всего же по республике распределено около пяти тысяч продуктовых наборов. Среди двух тысяч семей. По самому руководству фонда Инсан акция позволит этим семьям, как минимум на период самоизоляции, не выходить из дома, чтобы купить продукты. Продуктовый набор уходит в перечень продуктов. Первая необходимость – это пять килограммов муки, сахар, рис, гречка, макароны, литр масла и заварочный чай. Плюс мы на каждый адрес добавляем медицинские маски тоже к продуктовым наборам, чтобы люди как-то в это тяжёлое положение могли себя обезопасить от заболевания этой тяжёлой болезни. Мероприятие проводится с целью, чтобы не было необходимости у людей в это тяжёлое положение выйти на улицу за продуктами и так далее, когда каждому из нас рекомендуется находиться дома в самоизоляции. Эти люди с утра пришли не за помощью, а наоборот, сами стали помощниками в благом деле. Сотни волонтёров спешат стать участниками акции «Продукты в каждый дом». Поводов для беспокойства нет. Представителями фонда приняты все необходимые меры безопасности. Учитывая текущую ситуацию во всём мире, все волонтёры предварительно проходят дезинфекцию. Также на каждом из них присутствует маска, и все предупреждены о важности соблюдения мер безопасности. В качестве волонтёров акцию поддержали представители правительства и именитые спортсмены. Каждый из них считает, что именно в такой период нуждающимся людям больше всего необходима помощь и поддержка. Благотворительная помощь нуждающимся особенно актуальна в режиме пандемии. И я благодарна благотворительному фонду «Инсан» за их инициативу, к которой подключились кадровый резерв Республики Дагестан, главы Республики Владимира Абдулевича и Министерство по делам молодёжи. Мы сегодня присутствуем на благотворительной акции, во время которой сотни жителей нашей Республики, это и пенсионеры, и вдовы, и многодетные мамы, и дети-сироты, получат определённую материальную помощь в виде продуктовых наборов, получат ту поддержку, которая поможет им пройти и выдержать этот период самоизоляции. Критические моменты истории для дагестанцев характерны, что мы очень собираемся и помогаем тем, кто находится рядом и кто в трудном положении, кому сейчас действительно тяжело. Именно поэтому сейчас вы видели очень много добровольцев, готовых помочь. До этого был объявлен сбор, и сбор тоже показал, что наши люди действительно в такой момент они готовы помогать друг другу. Не все люди работают в госработах, и не все получают зарплату. Поэтому хочу призывать, что у кого есть возможность, сами, если кто-то знает, поехали, поддержали, помогали нашим старикам, нашим старшим. Старший преподаватель дагестанского гуманитарного института Асхабали Мурзаев, увидев объявление фонда «Инсан» о необходимости помощи волонтеров, сразу решил для себя, что должен стать участником этой акции. Для себя он считает долгом в этот нелегкий час оказать помощь своим землякам, ведь многие из них из-за самоизоляции потеряли возможность заработать, а значит и прокормить свою семью. Фонд «Инсан» всю работу провел уже за нас. То есть нам выходить, искать этих людей, покупать продукты, ничего не нужно. Фонд «Инсан» купил определенный набор продуктов и решил сделать всю эту работу за нас. Наше дело остается довести эти продукты до нуждающихся. И я думаю, что данная акция, она не только служит какой-то помощью для нуждающихся, это еще раз доказывает, что наш народ готов объединиться вокруг таких добрых дел, вокруг тех дел, которые нас сплачивают. Довольные лица, получивших помощь – самая высшая награда. Ведь в какой бы ситуации ни оказывались люди, справиться со всеми неприятностями им всегда помогала человечность и забота о ближнем. Я хочу сказать всем спасибо, что вы всем помогаете, и что вы принесли вот эти коробки. Большое спасибо. Спасибо большое, что помогаете всем в такой день, в такой карантин. Спасибо большое. Абдулла Алифнур, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. Не забывают о помощи и другие общественные организации. Так, активисты Лакского молодежного общества взяли под особый контроль граждан из так называемой зоны риска. Волонтеры развозили продукты в Махачкале, Каспийске и в некоторых горных районах республики. Какой категории лиц больше других требуется помощь? Узнавал Курбан Рагимов. Тяжелые времена рождают сильных людей. В дни самоизоляции, когда граждане, находясь дома, попали в зону риска, сочувствия и руку помощи землякам, решили оказать представители Лакского молодежного общества. Активисты закупились продуктами первой необходимости и развозят их по домам. Сегодня уже четвертый день, как мы помогаем. Сегодня тоже 10 бойков будем раздавать в городе Махачкале и в Крыгороде. Хотел бы еще раз поблагодарить всех неравнодушных спонсоров, которые помогают. И также хотел бы призвать еще волонтеров, чтобы помогали, приходили, присоединялись во благо нашего дела, общего дела. Визит общественников в эти дни заметно поправит положение нуждающихся. Список формируется по заявкам, приходящим на так называемую «горячую линию» в Инстаграм. В зоне внимания в первую очередь престарелые, а также многодетные семьи, вдовы и матери-одиночки, проживающие в тяжелых бытовых условиях. Эта семья, малоимущая семья, живет с двумя детьми, живут они на квартире. Мама работает, старается, у нее работа такая, что 200 рублей, 250 рублей она в день получает. А 250 рублей, чтобы прокормить семью, это почти ничего. Сейчас в данный момент она не работает. Эта помощь была очень кстати в этой семье. Большое вам спасибо, здоровья вам. Благотворительную акцию волонтеры планируют продолжить до конца месяца. Присоединиться и поддержать эстафету добрых дел может любой желающий. Курбан Рагимов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Спасибо. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, активисты на этой неделе провели онлайн-диктант на аварском языке. Цель акции – сохранение популяризации аварского как родного языка. О том, как дистанционно проверяли свои познания в родном языке, расскажет моя коллега Алина Багилова. Несмотря на отмену всех массовых мероприятий, общественная организация поддержки молодежи Аварал решила не отменять запланированные ранее диктанты и провела его в онлайн-формате. В связи с пандемией нам, соответственно, пришлось поменять свои планы, но отказываться от мероприятия мы были не намерены, поэтому мы решили его перенести в онлайн-режим. То есть люди сидят дома, могут спокойно с двух платформ зайти – это Инстаграм и Ютуб. Мероприятие в онлайн-режиме охватило все регионы России. К диктанту смогли присоединиться и написать его более тысячи человек. Надо было записать правильно все предложения на аварском, успевая за диктором. Площадкой для онлайн-мероприятий сделали такие популярные соцсети, как Инстаграм и Ютуб. Эти ребята, которые выросли в городе, которые немножко оторваны от родного языка и плохо владеют им, они поняли, что без знания родного языка невозможно быть представителем того или иного народа. И они пропагандируют и сами изучают эти языки. Язык, он всегда в любую погоду, в любое время, даже в самое трудное время должен функционировать. И мы не должны об этом забывать. Написанные работы после диктанта были отправлены на проверку учителям родного языка. Такие местные диктанты выросли до масштаба общероссийских акций, так как количество людей, желающих знать свой родной язык и свое наследие, неуклонно растет. Но и отсутствие разговорной практики, навыков письма и чтения на родном могут привести к забвению и искажению слов языка предков. Коронавирус спутал карты всему спортивному миру. Из-за карантина, объявленного в большинстве стран, перенесен или отменен целый ряд крупнейших международных соревнований. Это и Олимпиады в Токио, и чемпионаты мира и Европы по самым разным видам спорта. Как восприняли эту новость дагестанцы и как тренируются спортсмены в режиме самоизоляции? Материальных коллег. С 23 марта на карантин закрыты все спортивные учреждения, но сами спортсмены понимают, что любая пауза может сильно сказаться на их общих физических показателях. Поэтому каждый по мере сил старается поддерживать свою форму и тренироваться в домашних условиях. Если в предыдущие 10 дней у всех была возможность проводить занятия на свежем воздухе, в основном это были парки, пляжи и горы, то, согласно рекомендациям властей, теперь, дабы снизить риск распространения коронавируса, тренироваться можно только дома. В этой связи новым трендом стали так называемые онлайн-тренировки. Ежедневно спортсмены клуба Universal Fighters в своем инстаграме транслируют индивидуальные занятия, где чемпионы мира по грэплингу и джиу-джитсу показывают зрителям простые комплексы упражнений, для выполнения которых не требуется наличие специальных тренажеров или других снарядов. В эти дни популярность приобрели различного рода эстафеты, так называемые челленджи. Также в домашних условиях свою технику совершенствует и опытный тэквондист Сейфула Магомедов, многократный чемпион Европы, ныне тренер сборной России. Он показывает своим подопечным, чем можно занять себя, находясь дома. Вот простые и несложные задания, которые можно выполнять дома. Занимайтесь спортом дома, будьте здоровы. Наш следующий герой соорудил аналог уличных брусьев из подручных предметов. Это лидер движения стритворкаут в Дагестане Саид Малаев. Для того, чтобы посередине комнаты оборудовать себе площадку для занятий, ему потребовались два стула и черенок от лопаты. Условия самоизоляции, приходится тренироваться дома. Не имея спортивного инвентаря, из подручных средств два стула, палка, выполняя ряд упражнений. Поэтому берите на заметку, дабы не заржаветь и быть в форме. Тренируйтесь. Конечно, чуть больше преимуществ у жильцов частного сектора интенсивную тренировку можно провести во дворе своего дома, на свежем воздухе. Как видите, финалист Чемпионата мира по боксу, а ныне тренер профессиональных бойцов Самир Магомедов, к своему любимому делу подходит основательно. Призываю каждого, несмотря на сложившуюся ситуацию, заниматься спортом дома. Поддерживаю таким образом свой организм. Будьте здоровы и оставайтесь дома. С таким же призывом соблюдать режим самоизоляции к жителям Дагестана обратилась вся спортивная общественность. Крайне ответственно к ситуации подошел Муслим Салихов. Вернувшись из США, где у него из-за эпидемии коронавируса сорвался поединок, бойцы UFC уже больше десяти дней находятся дома. Остаюсь один, пока ни с кем не контактирую, так как видел в Америке, как к этому относятся люди очень серьезно. И призываю вас всех тоже оставаться дома. Отнесись к этой проблеме очень серьезно. Давайте побережем своих близких, особенно взрослых людей. В период карантина, пока в ближайшие месяцы нет никаких соревнований, многие спортсмены вносят разнообразие в свои тренировки. Так, юный богатырь из Кироваула Магомед Расул Магомедов осваивает уроки бокса в своем домашнем спортзале. А это видео с участием победителя первенства мира Розамбека Жамалова в борцовских пабликах назвали работой над общей физподготовкой. В общем, примеров более чем достаточно. Не секрет, что спорт служит одним из самых эффективных методов профилактики различных заболеваний. Поэтому тренируйтесь и оставайтесь дома. Это главное, чем запомнилось нам этой неделе. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Берегите близких и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова